Здесь со мной, друзья, игральные карты. И мы посмотрим такую тему, что хорошего вас ожидает сегодня. Карты, кстати, немецкие, очень классные. Смотрите, какие красивые здесь фигурные карты. Вот вам видно, очень красивые фигурные карты все. Целое общество людей. Вот это все люди, которые в вашей жизни могут быть. Их голографически нужно загадывать в моих раскладах. И расклад вам поможет узнать, что о вас думают другие люди. Что хорошего в вашей жизни произойдет сегодня. Здесь могут быть и родители, и любимые дети, и родственники, и соседи. В общем, много-много фигурных карт. Я буду раскладывать для вас игральную колоду. Просто представить себе нужно, что вы хотите узнать тонкости завтрашнего дня. И, может, карты предупредят вас о чем-то, посоветуют вам, что делать. И так, что хорошего вас ожидает сегодня. Сегодня это тот день, в который вы смотрите это. Ну, вот сразу вы и вышли. Это ваш сигнификатор. Это дама червовая. Она обычно сигнификатор человека. Если вы женщина, смотрите меня. Если вы мужчина, смотрите для вашей дамы. Дамы вашего сердца. Вы должны ее любить. Вера и правда ей служить. Такой закон природы. Мальчики иногда мне пишут такие вещи. Ну да. Мальчика у меня смотрит 1% слушателей. Поэтому, знайте, к меньшинству такое отношение. Я сама меньшинство. Я живу за границей с 91-го года. И я знаю, что такое быть в меньшинстве. Меньшинство они любят. Меньшинство меньше внимания. Я привыкла быть таким, знаете, серым, незаметным человечком. И поэтому вот на YouTube я не имею эгоизма повышенного. И так далее. Ани Лейс. Девочки, это ваше фото. Ваша голограмма. Можно сюда представить себя мультяшного героя. Такого маленького. Сюда погрузить. Это будет проекция у вас. Квантовая. И вы посмотрите, что ожидает вас сегодня. Вообще всю энергию вкладываю в общие расклады. Ну общие. На самом деле вы здесь квантово находитесь. Вы все равно по-своему переварите информацию. Каждая из вас. Если бы я принимала людей, это была бы реклама моих услуг. Я бы просто показывала, что я умею. И свою энергию бы сохраняла на то, как бы принять людей за большие деньги. Я этого не делаю, кстати. Некоторые мои коллеги берут тысячу долларов в час. Я имею миллион подписчиков. Я могу тоже только же брать. Но я этого не делаю, кстати. Кто-то меня хочет упрекнуть за что-то. Должны это понимать. Я делаю только общие прогнозы, потому что я человек от сердца хочу помочь. Ну вот немного о себе, немного этот раз. Вот так. Такое настроение у меня сегодня. Итак, что хорошего вам ожидать от сегодняшнего дня? Это может быть сегодня, завтра, послезавтра. На ближайшее время, на короткое время загадывайте. Будет встреча с какой-то дамой. Дамой пик. Это может быть ваша мама или подруга. Да, может быть, темноволосая, но не обязательно. Это также может быть дама, у которой может быть проблема. Она с вами встретится, чтобы рассказать вам о своей проблеме. Позвонит или встретится. У неё есть какая-то проблема. Вы для неё не последний человек. Хлопоты её, какие-то хлопоты. Встреча будет такая, знаете, вы серьёзно будете разговаривать. Там не до шуток вам будет, не до шуток. У неё есть сейчас вообще не до шуток этой даме. Сюда нужно вложить ту дама, о которой вы сейчас думаете. И я сейчас узнаю, негативит ли она в вашу сторону, эта дама. Ну, смотрите, у неё какие-то червовые хлопоты, да? Любовные хлопоты у этой дамы. А у вас с ней будет встреча? Вы эту девушку или женщину любите? Разговор будет приятный, наверное. Вы хотите ей помочь, потому что дети червовые, вы её любите, хотите ей помочь. Кстати, об этом человеке в её жизни вы тоже знаете. Он вам тоже небезразличен и приятен. Это может быть ваш сын даже и невестка. Такое может быть. Но разные варианты проиграется, поэтому я даю варианты в одном варианте. Кстати, это моя методика, и ею теперь пользуется только русский YouTube пользуется ею. И все мои коллеги её унаследовали от меня. Я горжусь этим, да. Я горжусь многими вещами. Например, Джон Балантре научил меня правильно читать расклад гороскоп. Я когда появилась на YouTube много лет назад, более четырёх лет, все русские ютюберы читали гороскоп вот таким образом, да? Наверх, потом вниз. Но Джон меня научил, что это вот так нужно делать. Теперь весь русский YouTube это считает. И некоторые меня хают на своих видео. Девочки мне посылают видео. Не нужно посылать девочке, это неприятно. Хает, говорят, ой, сказочница. Да у меня украла всю мою методику, и сказочница меня обзывает некрасиво. И ещё как-либо хает. Но знаете что? Если человек пользуется другим, и ему ещё и яма копает, но он в неё сам попадёт, это наверняка. Вышла сейчас в эфир, поэтому... Хочу друзьям пожаловаться немножко, да. Почему нет? Ведь мы друзья, да? Я вас поддерживаю. Вы меня поддержите. И вы меня поддержите, если вы настоящие друзья. Кстати, это эфир. Он потом будет в видео. Эту часть я сохраню там, где предсказания. Я её отрежу. Ту часть, где я буду с вами, может, беседовать. Пару минут я потом удалю. Итак, девочки, смотрите, речь будет идти о мужчине, с этой женщиной. Если это мама ваша, некоторые варианты такие. Если это ваша мама будет говорить о вашем папе, но она вообще-то не должна этого делать. Или они расстались, или у них сейчас сложная ситуация. Может, папа болеет, вы его любите. Это может быть ваш папа. Она не должна этого делать. Но часто мамочки это делают. Спрашивают у дочери помощи, поддержки. Это неправильное поведение. Мамочки, если вы хотели бы с дочерью поговорить о вашем муже, о её отце, не делайте этого. Этого нельзя делать. Потому что дочери тяжело. Она его и вас любит. Не делайте её посередине. Иногда мамочки это делают со взрослой дочерью, потому что считают, она взрослая, она уже у меня подружка. Нет, дочь никогда не подружка. Вот эзотерически вам говорю, дочь никогда не подружка. Дочь — это дочь. И когда дочь взрослая, с ней как взрослой дочерью отношения. Там в других видео чисто эзотерически вам хочу подсказать. С ней как с дочерью, но со взрослой дочерью отношения. Совсем по-другому. Если это подруга, и будет речь идти о её любовных хлопотах, о её мужчине, этот мужчина может быть женат, которого она любит. Девочки, если это вариант ваш, кстати, все смотрите все варианты, потому что вы просматриваете свой вариант как ключевой, а другие варианты как будто с подругой беседуете. Я же так делаю. Это всегда приятно. Выслушать другого. У нас здесь вот такой канал, мы выслушиваем друг друга. Когда мы выслушиваем друг друга, мы себе помогаем. Если подруга придёт, и у неё будет разговор о мужчине, который женат, она его любит, любовные хлопоты с ним, вам, кстати, этот мужчина тоже нравится. Вы считаете его классным мужиком, да, может так сказать. Вам этот мужчина тоже нравится. Да, девятка треф вышла. Она ждёт от вас совет, она ждёт от вас помощи, она ждёт от вас поддержки. Девятка треф такой деловой разговор, да. А у вас есть свои, свои дела любовные. А вы себе думаете внутри, а чего я, почему я должна выслушивать? Я свои любовные дела тебе не могу рассказать, потому что чисто приватно я не хочу тебе посвящать, чтобы информация не вышла за рамки моего интима. Вы правы. Не нужно ей рассказывать подружке, даже если она любимая подружка, о ваших любовных чувствах к мужчине, червовый король. Вот так, если касается подружки или мамы, да. Если это сестра ваша, если это сестра, у неё тоже есть хлопоты, у неё хлопоты денежные, у неё есть какой-то скандал с мужем, скорее всего, если это сестра, и она может вас попросить или денег, или поддержки, просто выслушайте и всё. Скажите, я тебя понимаю. А теперь пойдём, у некоторых из девочек будет дома, если вы с мужем живёте, или с мужчиной в гражданском браке, будет разговор, будет с ним разговор любовный. Он вас любит. Не волнуйтесь. Если вы живёте с мужчиной, эти три дня, знаете, каждый раз хорошо на короткое время сделать, он вас любит. Что ещё в эти три дня может быть? Ну, я говорю три дня почему-то. Вообще, карта дня всегда я делаю на три дня, потому что, знаете, три счастливых дня сейчас, три счастливых дня дальше, а вот жизнь это здесь и сейчас. Восьмёрка, пик. Это говорит о том, что у вас есть какие-то хлопоты давно уже, давно, какие-то тревоги. И восьмёрка — это давние тревоги, давние разговоры с вашим домашними или с вашим любимым домашним партнёром о деньгах. Давние разговоры, вы не придёте к соглашению. Может быть, или купля-продажа дома, или переезд, или что-то вот, как нам быть здесь и там, как нам вложиться здесь и там, как нам дальше жить. И эти разговоры, они у вас вот туда-сюда, туда-сюда качели такие, они ни к чему не приводят, только расстраивают нервы, и, может, эти пару дней будут об этом разговор идти. Решение всё равно не придёт, поэтому не нужно вам волноваться, торопиться, нервничать. Ой, я вижу, не видно. Давайте так сделаем. Будет сейчас видно всё. Вот так. Всё видно, правда? Хорошо. Это, кстати, кленовая доска. Кленовое дерево защищает от негатива. Может, они очень красивы, да? Она обработана маслом. Смотрите. Турспик. Очевидно, да, дела семейные, дела денежные. Сейчас, может, кризис какой-то. Ну, сейчас вообще кризис, да? Эти разговоры, знаете, они должны быть такие глубокие каждый день. Старайтесь их избегать. Вот немножко, когда подумаете о каких-то серьёзных делах, денежных, скорее всего, либо хотите решение принять. Я скажу варианты позже. Но в основном это семейные дела и серьёзные, денежные. Вообще нельзя всё глобально решить за один день. И когда мы немножко абстрагируемся от проблемы, немножко отстраняемся, всегда легче, да? Человек ваш, с которым вы вас очень любите, и не нужно его упрекать, что там он туда-сюда, да? Не нужно, девочки, вот эти глобальные упрюки каждый день, они мало-мало по капле точат и портят отношения. Старайтесь избегать серьёзных, глубоких разговоров эти три дня. Вот и всё. Просто не нужно. Деловая домашняя атмосфера. Я вообще люблю, когда в доме деловая домашняя атмосфера. Что такое деловая домашняя атмосфера? Забота о ежедневных нуждах. Это 8 треф, это забота о ежедневных нуждах. Девятка, червовая забота о любовных ежедневных нуждах. Смотрите, всё-таки не так у вас всё плохо. Вас любят, понимаете? У вас хорошее самочувствие будет. У вас всё на самом деле хорошо, но как-то вы вот то, что на дальние планы, то, что вы на потом отложили, какие-то мысли о том, как мы будем жить дальше, что мы будем делать дальше, вас это так сильно напрягает и так это вам портит кровь каждый день. А не нужно. Не нужно так напрягаться, не нужно глобальные проблемы решать. Мы, девочки, грешим этим, что каждый день решаем глобальные проблемы. Девятка Бубин говорит, это деловая атмосфера, домашняя, ежедневная. Больше занимайтесь тем, а вообще, как я себя сегодня чувствую? Мы, девочки, не знаем, что воображение, осознание себя человеку дано не для того, чтобы он постоянно исследовал общий мир, постоянно думал о партнёре, как он сегодня, как он ко мне относится, что он сегодня съел, что он сегодня выпил, так и так далее. Как мои дети? Это вообще табу. Дети после 14 лет табуют для нас, девочки. Я вам, как эзотерик, говорю, будете так, как я вам говорю, отстраняться немножко от детей после 14. Дети себя найдут лучше, справятся со своими проблемами, и вы, когда будете взрослеть, не будете жалеть, что жизнь зря жили. Мы не можем жить за детей жизнь. Так что абстрагируйтесь немножко от детей. Может, это ваша дочь, поэтому я здесь говорю. Кстати, сын, который вы обожаете, тоже может прийти, может денег попросить у некоторых девочек. Денег нельзя давать взрослому сыну. Нельзя ни в коем случае. Не нужно для него стелить соломки и не нужно взрослому сыну помогать жить. Выбирать ему невесту, думать о том, что он сегодня съел, думать о том, есть ли у него денежка, стараться ему помочь. Вообще, сын — это не приоритет, если он взрослый, и дочь тоже не приоритет. Приоритет — это ваша личная жизнь. Если вам интересен мужчина, а многим девочкам интересен, это личная жизнь с мужчиной. Если вам, девочки, интересны дела, а у многих интересны именно дела, как бы свой бизнес, продвижение себя, своя карьера, или же найти свое хобби, найти свое предназначение, кто-то к чему-то обучается, вот это должно занимать весь ваш день. Только это. Все остальное отдаленно. Тогда и детям будет хорошо, и партнерам будет вашим хорошо. А также я хочу здесь увидеть, что для вас заняться своей персоной. Понимаете, косметика — это прекрасно, но ничего не заретушируешь, что, например, внутри надо поправить, себя поднять, внутри какой-то тонус. Может, на полу, может, покажу вам. У меня же есть канал, где я о здоровом образе жизни говорю, упражнения на полу. Нам трудно девочкам себя заставить, очень трудно. Стимуляции сейчас нет, особенно сейчас, во время кризиса. Но нужно в себе найти стимуляцию, потому что девятка треф — это стимуляция себя. Стимуляция вот в эти дни, на которые вы смотрите, стимуляция своих потребностей, разговоры, любовные с кем с собой. Семь — это когда идёт встреча, когда вы видите друг друга лицом к лицу. Это семь. Кого вы видите лицом к лицу? Вопрос у меня. Вашего любимого человека, вашу любимую подругу, дочери, сына, ещё одного мужчину, кто-то в треугольнике, девочки, кто сейчас? Вы видите мужчину другого и своего мужа, да? Или вы видите себя лицом к лицу, с кем вы сталкиваетесь? Часто себя мы видим только в зеркале. А как насчёт зеркала души? Как я себя внутри чувствую? Есть ли у меня свой стержень сегодня? Или я его растеряла? Или я волнуюсь о том, как ко мне другие относятся? Какое дело мне, как ко мне другие относятся? Я не могу от этого зависеть. Потому что это меняется, как ртуть. Знаете, вот ртуть Меркурии, один из архетипов подсознания, меняется каждый день. Сегодня так, завтра так. Сегодня сын так относится к матери, когда хочет её использовать. Кстати, дети очень часто нас хотят использовать. Завтра так. Поймите, не могут дети нас любить так уж, как и мы их. Не нужно от них этого ожидать. Не нужно. Дайте им жить. Партнёры. Партнёры могут любить нас так, как себя самого. И я вижу, что вас кто-то любит так. Зачем вам об этом переживать? Кто-то вас любит так, как самого себя. А вы, кстати, можете любить третьего человека. Потому что мы обычно не ценим тех, кто ближе к нам всего. Но это как пить дать, говорится. Возле вас хорошая карта. Вы себя на себя посмотрите с любовью. Это самая главная задача этих трёх дней. Ни на подругу, ни на любимого, если в треугольнике, ни на мужа. На мужа, кстати, лучше нужно ближе смотреть, чем на, если есть ещё любимый. Потому что этот любимый может и иметь к вам деловой интерес. То есть, ну как знаете, время проводить вместе. А можете любить, кстати. У некоторых девочек любовь очень сильная, потому что десятка червовая. Некоторые из вас, девочки, любят, прямо скажем, мужчину пикового, вот такого. А вас любит мужчина червовый. Вас любят два мужчины. У многих, кстати, такое может быть. А центральный ряд вот здесь к себе, по деловому, к жизни своей. Так спокойно, поспокойнее. Я люблю масть трефа. Самая лучшая масть. Второй — это жезлы. Это огонь своей собственной жизни. Рассмотрите этот вариант. Почему бы и нет. For a change. Потому что мы всегда для других. Огонь своей собственной жизни. Поддерживать огонь своей собственной жизни. Будут какие-то новые мысли приходить. Шестёрка бубен. Мысли какие? О казённом доме. Может кто-то позвонить с работы. Может прийти какое-то письмо из работы или же даже какие-то средства. Шестёрка и девятка бубен. Небольшие, но средства. А также, если покупки, то небольшие. Крупного ничего не покупайте в этот день. Здесь я вижу обучение какое-то. Девятка треф. Это обучение с надеждой на то, что это вам даст доход. И это правда. Спокойно обучайтесь себе чему-то интересному. Например, картам у меня. Вот я шутку говорю. Далее. Перевёрнутый туз пик вышел. Но не плачьте. Понимаете? Если прям мой туз пик, это да, сейчас страдания, сейчас нужно переживать. Вы плачете о глобальном. О глобальном прятать нельзя. Плакать. У меня уже язык заплетается. О глобальном нужно думать. И более по-деловому. Понимаете? Вообще лучше не плакать. Но если есть желание поплакать, конечно, поплакать можно, но коротко. Тоже слёзы не нужно сдерживать. Коротко. Потом взять себя в руки и вперёд на дела. Дела, да. Что-то нужно решить. Нужно поставить точки над И. 9 и 10 пик. Где-то вы давно не ставили точки над И. Вы начинаете взвешивать за и против, за и против. И вот эта развилка, эта нерешительность продолжается годами. Поставьте, наконец, эти точки над И. И посмотрите на проблемы с другого угла. И закончить нужно то, что вы начали. Поняли, да? Девочки, кто меня сейчас слышит, тот меня понял. Нужно поставить точки над И. девять и десять. И то, что вы давно начали, нужно, наконец, закончить. Поэтому у некоторых не идёт новое начало. Может быть, в отношениях, может быть, в делах. Потому что вы не ушли до сих пор с этой нелюбимой работы, например, да? Или не поставили точки над И. в треугольнике. Ну, что, кого, как. Или не сказали сыну, что я должна как-нибудь тоже себя найти в этой жизни. Может, вам 50-40, не знаю, сколько лет, девочки. Ну, вот российские женщины, очень посмотрите, да? Хлопоты детей. Хлопоты детей, дно колоды. Российские женщины рано имеют детей. Так что я могу сказать, что, может, и в 40 у вас взрослый ребёнок. Поставьте точки над И. Не нужно. Не нужно больше выручать детей. Нельзя этим заниматься, да? Иначе они никогда не состоятся как личности. Ой, это много на несколько дней. Да, много. Ну, хорошие советы, я надеюсь. Пишите в комментариях. Пишите сейчас. Хорошие советы, я надеюсь. Сейчас я литургически собираю карты. Благодарю всех. Воздушные поцелуи всем и виртуальные обнимашки. Всем воздушные поцелуи и виртуальные обнимашки. Всех люблю, обожаю. Для вас стараюсь очень сильно. Знаете, в этих картах есть две колоды. Сейчас я немножко так скажу вам пока-пока. Вот ещё синяя колода. Вот так закрывается, очень красивая. И, кстати, на Амазон это мне всего стоило что-то 7, что ли, долларов с пересылкой или 8. А на Амазон можно купить дёшево карты. Мои студенты дорогие. Не обязательно только дорогие. Есть и подешевле карты. Но вообще любые карты, я даже люблю потратить побольше денег, потому что сделать карты трудно. Ну, игральные, конечно, их сделать не трудно. А как-то роли норман сделать карты очень трудно. Поэтому мне приятно, когда художник зарабатывает по заслугам, потому что трудно, трудная эта работа. Ну, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok